ну что что я могу сказать по этому поводу итоги подводить еще рано подводить итоги пригожинского восстания историки будут еще многие 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 годы если не десятилетия потому что это вот эти два дня они взбудоражили очень много вот в этом в российском этом всем деле но да вот вот сейчас вот возьмем допустим вот этих всех золобоголовых которые повылазили да вот сидели молчком сидели они даже не сушили портки у них они постоянно были мокрые вот эти два дня их не слышно было не видно они все были в полном полном ужасе там да и шоке и страхи но сейчас повылазили такие а ну шо вы там не успели нарадоваться да как все это ну типа понятно что надо надо хоть что-то хоть остатки там чего-то у них совести не знаю там возвращать и вот они будут вам писать они будут свои видео даже струбать там всякие сейчас вы сейчас выползет соловьев со скобеева они же там тоже портки сушили сейчас там всякие подоляки и так далее но гиркина мы гиркина мы будем слушать ладно не повлазит вода его это но как бы это ни было это супер-супер такой бонус то есть на это никто не планировал от этого никто не ожидал это вот такой подарок это как ты идешь по улице и нашел там 10 10 долларов лежащих ты на них не рассчитывал но всегда приятно мне было приятно и радостно когда я только услышал новость что и морф ну или министерство обороны российской так называемой федерации обстреляли лагерь вагна все красавы ну это тут вот можно было это все обжевывать тут со всех сторон что же с этого будет там и так далее но мы здесь с вами имеем дело с россиянами с одной и с другой стороны поэтому я знал что будет все очень красиво все будет очень отлично это будет затянуто в такую в такую эту самую ну потому что не подумав чисто по-россиянски да они решили стрельнуть по пригожину но это тоже понятно поступит не не обдумав это все дело и так это произошло то есть мы мы радовались до тому что все попали все это уже значит никогда в жизни то есть после этого после этой стрельбы вагнер не будет в хороших отношениях с министром министерством обороны а министерство обороны это главный поставщик там боеприпасов и так далее то есть я уже тогда знал что будет отрезание полная вагнера от этой войны как бы вы не относились к ним там половина зеков там больше там там короче не не умеющие там не знающие ничего этого не делающие это просто это это него нет они войска но их командование умеет их разумно бросать на убой вот вот это вот вагнер умеет лучше всего лучше министерство обороны там и так далее брать и бросать на убой вот это вот на такие местные штурмы это они сама больше и лучше всех умеют поэтому это была такая пехота которая под бахмутом 10 месяцев приносила такие ощутимые ощутимые ну как не не ощутимые потери но ощутимо била по по засу под бахмутом понятно хотя засу для этого готовили засу специально держали бахмут чтобы стачивалась вот эта пехота и вот это вагнеровская пехота она была самая неудобная самая ну такая она в бой кидалась легко эти зеки они тоже их вроде бы как мы там было чуть ли не как прорву они вечно не кончались там такое ощущение было что все таки вот нашли а сейчас все вагнеры заканчиваются пригожин он так ладно мы еще сейчас об отъезде пригожина мы с вами поговорим что-то в глаз попало мне сегодня с утра до руки сегодня дом новый ходили смотрим то ладно не новый дом а на наш дом там ездили посмотреть так вот мы возвращаемся ко второму пункту когда пригожин начал свои вот эти телеграммные голосовухи отправлять одна лучше другой каждая из них это было это была пуля в сторону российской федерации каждая голосовуха пригожина ослабляла не делала критическим но ослабляла все-таки ослабляла и чем она ослабляла понятно мы знаем это раскалывал сейчас раскол вот этого российского все это самое главное каждое голосовое сообщение она раскалывала то есть до этого вот эти все за патриоты там и так далее они смотрели и думали ну ладно вот пригожин это просто как спецбатальон такая delta force нашего этом минобороны да и так далее но тут уже четко видно что он против всей минобороны там и они они себя неудобно в этом чувствовали даже даже до этого когда у то там вагнеровцы там воровали там радистов и тушили и да там когда воровали командиров бригады это все вы слышали им тогда неудобно было то есть но не хотели потому что вагнеры ближе к телу то есть ближе к обычному народу считает этот обычный народ глубинный россиянин сопрыкиновский россиянин такой министерство обороны это вот те вот ожиревшие да такие вот генералы там они в песнях в российских во всех появится там даже в те в более-менее нормальная да там а даже даже гребенщиков пел что-то там проект генералов там что-то щеками заливающих 100 легче что-то ну короче такое было так вот пригожинцы это как бы свои были и мы все видели да вот когда не за ну да то ладно когда они заходили в ростов мы идем до этому идем по частям то есть я радовался когда была был обстрел да когда это это ошибка это ошибка министерство обороны исключительно ошибка я радовался что не эту ошибку совершили то есть они убрали вагнер все вагнер уже считалось после этого я знал что вагнер не будет потом вот эти вот все все голосовухи привожены это абсолютнейший плюс ну и потом объявление похода на на россию вагнера это был абсолютнейший плюс то есть там можно было с этого там смотреть как как на это реагирует кремль как это все будет четвертое это то что они прошли до ростова без без всяких потерь без ну никто не оказывал вообще никаких никакого сопротивления то есть это показывает насколько не способна слабо россия защитить сама себя да вот там даже от таких вот хотя на него уже туда а это еще один плюс на него было дело уголовное заведено памяти же но прикиньте участок возьмет blackwater и пойдет на американское правительство я не знаю далеко не уйдут хоть чего они там у этой blackwater не было они они дальше там я не знаю двух метров не пройдут но то ладно потом они берут и захватывают ростов полностью это отличнейший плюс тут это все это на это можно было не нарадоваться только одни вот эти моменты они сами по себе очень очень красиво потом он берет и захватывает главное управление южного там вот этого всего то есть берет генералов садит их на лавочку как провинившихся провинившихся каких-то этих там да и сидит трехзвездные двухзвездные генерала он там типа ну шо вы там подонки и это тоже было прекрасно то есть это я не представляю так вот да какой нить он же не военно никто да так можно считать это просто обычная там группировка вот прикиньте сейчас blackwater какой-то приедет схватит там генерала мили да ну не мили ну пусть там трехзвездного генерала выдернет генерала центрального командования посадит на лавку и начнет ему говорит там свои претензии на камеру там и так далее причем не просто он где-то там спать тишка выловил а пришел на базу понятно на базе это не в доме не в каком-то то есть вошел на территорию какой-то базы прошел через территорию какой-то базы вы смыкнул этих генералов это то есть это это такие это показывает даже не слабость мы уже знаем что россия это ну не сильная страна не было бы ядерной бомбы там вообще ничего не было это показывает насколько вот низко это все на какой днище короче это днище днищенская и мы думаем что они никогда не пробьют они его пробивают вот этот пригожин показывает что но можно российское пробивать пробивать и пробивать ну понятно в оконцовке в этой всей пригожин берет и становится самым большим лошарой в мире то есть у тебя был шанс у тебя был у тебя была сила там люди аж как-то так смотрели думаю нифига себе ты мог пройти там на каких-то условиях а потом он берет все так и пар чисто по российски то есть вот вот он так как узнаете вот ты идешь того там стоит хрустальный кувшин этот кувшин там те дает власть до него подходишь там делая там нереальные трюки проехать через канал и ты берешь под хрустальный кувшин а потом такую вот это вот точно же он сделал там понятно это мы будем об этом рассуждать каналы будут рассуждать это все очень 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 сильно долго там и так далее почему был ли действительно компромат на пригожина которые достали и сказали что там ну какого вафлили на зоне там или я не знаю что ничуть еще там будут этот весь компромат там по телевизору ну что-то было понятно что его не испугали тем что его убьют или посадят на него уже была пристну уголовка там и так далее и так далее то есть ему нужно было идти я не знаю как вот и почему он так сразу там что-то было да что-то закулисно это было это будет люди рассуждать но то что он взял пригожину вот так вот просто взял и теперь так даже даже на его канале даже его zz подруги вот эти вот все там клоунов у наста или на на время этого видео там сколько у него 190 тысяч клоунов то есть он рекорд по рекорд по клоуном поставить вот такие с маленькие клоунские ставят в его telegram канале 190 тысяч клоунов и там 10 тысяч говна на 3 этого тоже это конечно да это ну я уверен под этот шумок украина так одним глазком там смотрел из этой всей ситуации но там все это хорошо было все продвигалась то есть эти два дня они будут аукаться они будут это это мы еще мы еще последствия не знаю может это даже действительно такую не заживающую рану правительству уже все ну то есть воткнул такой отравленный нож который может и не убил сразу но будет свои последствия еще там сколько-то время пока пока тела не не отправится в водище то есть тело вот этого правительства российского там и так далее уж видели большому даже лдпр путину там сиськи приделала бабски написали путин это баба уже уже начинали выбирать выбирать сторону то есть все здесь отлично последствия будут идти последствия будут очень долго идущие это козе понятно но мы верим у зсу возвращаться нужно туда там где и были то есть выгонять выгонять оккупантов со своей земли украина это делает прекрасно и просто надо продолжать это делать но такие бонусы это они не могут не могут не помочь тут только одни плюсы тут нет абсолютно никаких минусов абсолютно я даже не могу представить какой здесь есть минус то есть ну а ну а для рашки тут одни только минусы слава украине и ром слава и роман засу чекаем на промоу